Сегодня в Карачаево-Черкесии первый день конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». На площадке 19-й гимназии города Черкеска состоялся первый этап испытания «Методическая мастерская». В первой половине дня 30 участников конкурса демонстрировали свои профессиональные компетенции. Репортаж Дарьи Тендит. В числе первых свою методику представила учитель начальных классов удмуртского языка Наталья Воронова. Преподает он в Национальной гимназии города Ижевска более 20 лет. Методика ее преподавания частично состоит из познавательных мультфильмов, которые облегчают изучение удмуртского языка и помогают в закреплении пройденного материала. Участвую в конкурсе для того, чтобы наш удмуртский язык развивался, чтобы он продвигался, чтобы мы не забывали свой родной язык. Хочу сказать большое и огромное спасибо жителям такой чудесной республики Крачаево-Черкесии. Нас встретили просто восхитительно, очень гостеприимные люди живут. На протяжении 15 минут учителя презентовали свои методические практики в организации процесса обучения. В ходе испытаний оценивались актуальность и результативность, научная корректность, информационная, коммуникативная и языковая культура. Затем участники отвечали на вопросы жюри. Жюри настроено замечательно. Они задавали очень интересные вопросы. Я постаралась на все вопросы ответить, предоставить им свою программу, показать им, как я работаю со своим родным языком. Было такое единение сердец учителей русского языка, родного языка и родных литератур. Это необыкновенно. Спасибо Крачаево-Черкесии. Сохранение родного языка – сложный, но важный процесс. Этот конкурс позволяет узнать, как в разных уголках страны решается эта проблема, какие методы и способы применяют. Член жюри Римма Галушина отметила, что участники серьезно подготовились, провели большую работу и выступают достойно. Конечно, все спокойно, все хорошо. Организация замечательная. Спасибо большое волонтерам. Все вовремя. Я думаю, что в рамках этого конкурса мы также сможем выработать новые инструменты, позволяющие нам сохранить и развивать родные языки. Я желаю всем конкурсантам удачи, совладать с волнением и представить свой педагогический опыт на самом высоком уровне. Конкурс проходит в год педагога и наставника и в рамках международного десятилетия языков коренных народов. Это подчеркивает значимость профессии учителя, преподающего родной язык и родную литературу. Дарья Тендит, Мураджан Кезов, Вести Карачаева, Черкесия.